Всем привет, друзья! На связи Ryzen и добро пожаловать на обзор игры под названием Tomorrow's. Что с перевода обозначает завтра? Это такой своего рода выживач. Я уже посмотрел несколько трейлеров, пару там обзорчиков и тоже решил, да, поиграть в неё и также показать её вам. Также это игра с уклоном на онлайн-рпг, да, RPG Survival, то есть там вы будете встречать таких же игроков. Есть зоны PvP, да, на локациях, где вы также будете выполнять задания и встречать выживших, с которыми, да, у вас будет возможность подраться и провести какое-то PvP, но это при желании. Итак, пошла загрузка. А, я изначально подумал, что мы будем играть от первого лица, но нет. Да, и трейлер, в принципе, был от третьего, да и, в принципе, сама игра от третьего лица. Так, ну что ж, начинается у нас обучение. Ага, это тут, типа, настолько физика проработана, или что с персонажем происходит, алло? Так, давайте попробуем идти по обучению, да, чтобы по фасту это всё скипнуть и уже приступить к основному геймплею. Прыгнуть, присесть, встать, да. Ну, слушайте, управление, ну, неплохое. Камень у нас в руках, да, чем-то напоминает Раст, такой же лысый, голый, да, с таким же камнем в руках персонаж. Ну-ка. И, да, анимация похожая из Раста, кстати, только как-то он быстро бьёт. Деревья, кстати, падают. Слушайте, ну, прикольно, проработано, это нравится. Когда разработчики запариваются над такими мелочами, это реально круто. Это у нас ягоды, кстати, разного вида. Вы заметили, что почти во всех играх, просто почти во всех мобильных играх про выживание, есть вот эти самые кусты с ягодами и кусты с хлопком, да, типа с тканью. Это прям, типа, фишка всех, выживай, оба-на, 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 ну-ка. Ну, то, что он с трёх тычек упал, это странно, на самом деле. Но выглядит неплохо. Так, 20 дерева мне нужно нарубить. Ага, мелкие, короче, не рубятся, рубятся только с большими стволами потолще. Окей, ладно, будем знать. По статистике персонажа мы также видим, да, что у нас есть голод, у нас есть жажда, у нас есть хп. То есть, ну, да, и, понятное дело, это во многих играх присутствует, но, тем не менее, не во всех. Далее у нас чё по заданию? А, скрафтить топор. Окей. Иконки, кстати, тоже неплохо проработаны, да, не на отшибись сделано, как говорится. А, и копьё. Ну, слушайте, если копьё можно будет кидать, то это реально круто. Я, по-моему, ещё ни в одной мобильной, в мобильном выживании не видел, чтобы можно было кидать копьё. И если здесь это можно сделать, а потом ещё его и подобрать. Давайте-ка посмотрим. Так. А чё оно не работает? Оно поднимает, да, и оно поднимает, но оно не кидает почему-то. Ладно, давайте его так заколем просто от руки. И нужно будет потом разобраться. Если его можно кидать, то это реально круто. Ну, пока неплохо. Интересно посмотреть, что здесь по кооперативу. Я вообще видел в других обзорах, что там есть какие-то кланы, что там что-то собираются, там какие-то клановые острова есть и так далее. То есть, ну, кооператив здесь какой-никакой, но он есть также и с рандомами, да, там можешь попадаться с рандомами игроками на локациях при фарме и выполнении заданий. То есть, да, есть на что посмотреть. И графика, я думал, она будет ребить, то есть, знаете, резать глаза, но она здесь приятная, да, она реально, то есть, ну, всё более к реализму приближено, что ли. Я бы так сказал, даже камни посмотрите, то есть, да, они не просто такие, а вот, ну вот, не знаю. Ну вот, другие, короче. Ну вот, а так, в принципе, игра такая светлая, в принципе, яркая, зелёная, да, и всё как бы, да, только мхом покрыто, травой покрыто, всё зелёное, как, в принципе, да, и положено любому лесу, да, или горной территории. Уверен, что у некоторых из вас после обзора появится желание поиграть в данную игру. Добро пожаловать в мой телеграм-канал, именно там я оставлю АПК, либо же прямую ссылку на скачивание. Ссылочка на мой телеграм будет находиться в описании, либо же в закреплённом комментарии. Поэтому переходите и скачивайте, наслаждайтесь игрой. Кстати говоря, здесь у нас что-то типа зоны строительства, да, тут видели, зелёные клетки были. И у нас по заданию мы поставили костёр, и здесь, да, всё внятно и понятно написано, показано, что мы можем плавить, что мы можем жарить, да, что с чем, и что нам вообще, что даёт. Вот, это реально круто, да, когда тебе не нужно, да, думать, а что нужно и так далее. То есть, всё, да, сделано, скажем, для людей, вот. Ну, а в принципе, пока, ну, всё устраивает, разве что хотелось бы больше кооператива. И, как я понимаю, вот этот остров, где мы оказываемся, да, первоначально, скорее всего, этот остров, он ваш домашний. То есть, здесь вы будете строить своё поселение, да, свой дом, развиваться здесь будете, верстаки и так далее. То есть, здесь у вас ваш дом, короче, ваш стартовый остров. Так, ну, видимо, этому выжившему не повезло, мы здесь вообще можем что-нибудь облутать или не можем? Ну, пока что вроде как нет, да? А, у нас опять просит нарубить дерево, окей. Не знаю, зачем я рублю его камнем, если у меня уже есть топор. Так. Опа-на. Ну, слушайте, рюкзак прям, ну, реально, знаете, как рюкзак первого левела, он реально такой из бамбука и тряпок. Реально круто сделал. Знаете, не просто такой маленький рюкзачок тряпичный, а вот какой-то вот из дерева, скажем так. Из палок, как говорится, из говна и палок, только у нас здесь и из палок, и льна. Ладно, окей, выходим с домашней локации, будем идти по заданию. Я в этой серии много играть не буду, просто покажу, в принципе, да, концепцию игры и так далее. Так, у нас задание, там было написано в записке Greenwood, типа, зеленый лес. Все, поехали туда. Кстати, то, что здесь энергия, да, показано, не пугайтесь, я уже посмотрел отзывы, как бы, с энергией здесь, в принципе, проблем нет. Никто ничего не испытывает, поэтому не знаю вообще, зачем ее сюда добавили, потому что здесь, как бы, ну, без каких-либо проблем, да, можно передвигаться. Она восстанавливается быстро, поэтому все окей. Так, с 40 метров до какого-то задания у нас, тут, видимо, какое-то поселение с палатками. Так, вижу, у нас на мини-карте отображается какой-то ящик, кстати. А, это бочка, типа, все, понял. Ну, прикольно, проработано, мелочи здесь разные. Опа, 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 давай, 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 копье. Опа, ну, либо копье имба в этой игре, либо здесь просто мало хп у монстров. Так, будем пока что все брать. О, штанишки сразу одели, хорошо. Уже не с голой жопой, как говорится. Так Вот тут ничего нельзя Подлутать, разбить, открыть Но вроде как нет, да Бочку, ладно Забираем из бочки, мусор какой-то Далее по заданию Нам нужно собрать, как я понимаю 25 вот этой травы, да Вопрос, зачем ее нам так много Сушить мы ее Не собираемся, в принципе Так, ютуб, если что, это шутка Шутка Так Ну, слушайте, я Знаете, я могу плюсы игры сейчас Такие небольшие, да Выразить, это, наверное Графика, она здесь реально приятная На самом деле приятная, типа Во-первых, игра третьего лица Во-вторых, анимации, копье добавили Это реально круто Там я еще рогатку видел Это тоже вообще прикольная тема Также здесь онлайн какой-никакой Можем добавлять друзей Возможно Будет вариация того, что можно выживать В одном доме и вместе, да Ну, пвп здесь понятно и так И давайте напишем в чат А это, наверное, чат именно этого острова Я написал, но это не точно Может быть и мировой Я пока не разобрался Но, скорее всего, это чат именно этого острова Ладно, идем дальше по заданию Тут у нас там что-то, да, типа какая-то РТшка Я вижу, что ящики на миникарте прорисовываются Может быть, ее лутанем По дороге на задание Или нет Здесь у нас что? А, все, понял Зеленым подсвечиваются, да Ящики, бочки, которые можно лутать Тоже прикольно Не нужно, да, бегать там что-то по кругу Увидел, что зеленым подсвечено Вот копье, я не понимаю Я вот пытался Я зажимаю вроде, да, или что Как его кидать? Его, он поднимает его Значит, его можно кинуть Просто я не понимаю, как это сделать Так, давай Иди сюда, родной Посадим тебя на копье Так, пока что будем забирать все здесь То есть у нас как бы, да Место есть, позволяет Почему мы нет? Это типа такой Теслы, что ли, да? Кстати, действия игры Я истории-то немножко прочитал Происходит в 2040 году Поэтому, да, возможно, к тому моменту Такие машины и были бы Точнее, будут Возможно Так, здесь ничего Там, наверное, за забором Что-то я пропустил, да? Да Эти бочки не взрываются случайно? Опа-на Там Корн, что? А, ну да, все правильно Это же кукуруза-корн Нужно будет еще посчитать Сколько здесь всего локаций О, кепочка Отлично Кепочка Прямо сразу вещички одеваются Это хорошо Ну, по большей части Здесь падает, да Какой-то мусор О, майка Все, мы одеты Ё-моё Кепка Штаны, да Майка Все Мы уже не такие бомжи, как были Я уже не тот Кто был Десять минут назад Так, все, лутаем И А там что? Вот на миникарте Что это вот такое Вот отображается Вот я не могу понять А, это, наверное, камень так отображается Или нет Или здесь пещера какая-то Ладно Ну, скорее всего, это камень, да? Давайте его Нафармим Кирку я еще не делал Да и, в принципе, знаете Камнем медленно Но зато лишний слот не занимает Сейчас, если с миникарты пропадет Метка Значит, так отображается камень Я уже буду Да, я уже буду знать, что это Так обозначается камень Окей, все Камень лишним не будет Сто метров у нас До задания какого-то Ну, слушайте Сама миникарта тоже Ну, именно локация Не маленькая Ач Ну, ладно Хотя бы столько бинтов Пускай будет И заданий, да? Я думаю, что все эти вопросики Это, скорее всего, задания Либо какие-то РТшки Оп Где-то я уже видел Такую анимацию с бинтом Ну, в принципе, понятно Что анимации с бинтом Почти все одинаковые Что он наматывает его на руку Но Так, грибочки Да Это, типа Вопросики Это отдельные локации Я понял Точнее, отдельные РТ Локации Это у нас одна Какие-то гнилые яблоки Еще непонятно Для чего они нужны Тут как бы, да Тут даже сам Пул Получается Пул Крафта Он тоже очень большой Еще из плюсов Наверное Можно занести в плюс То, что игра на английском Она могла быть на китайском На каком угодно На корейском На филиппинском На разных То есть, да Мы знаем, что такие языки Точнее, такие игры В основном дропают Китайцы Корейцы И Индия Да, такие делают игры Поэтому то, что здесь есть Английский язык Это уже хорошо Понятное дело Что английский Это мировой язык Он должен присутствовать В принципе Во всех играх Но, тем не менее Он здесь есть И это уже, да Облегчает нам игру Так, здесь вроде бы Все, мы залутали Идем дальше И, видимо, уже на выход Там написано Типа Return to base Нет, давайте проверим Копье Вот, как раз Есть олень Как? Как оно кидается? Я нажимаю Оно сразу же Обратно анимация Так А, нужно просто зажать Все, понял Все, теперь я понял Оп И по лицу Блин, я какой-то живодер С кулака просто Лося вынес Так, ладно Вопрос А где копье теперь? Как мне его? А, все Оно collect am написано Типа достать И все Прикольно, прикольно Копье, то есть, да Оно Неодноразовое Скажем так То есть, ты его швырнул Потом Оп Достал И все Так, все Вернулись мы обратно У нас здесь Что-то типа Нашего поселения В виде пола Кстати, я не открывал Этот ящик Оказывается У нас здесь вода Еда даже есть Прикольно Слушайте Так Это что за обучение Он нас сейчас будет просить Все переложить Прямо Все-все-все Не, ну в любом случае Нам здесь Да, это нужно выкладывать Куда-то Гвоздики Хорошо Так А все Места нет больше Так, друзья Давайте так Я в любом случае Вам уже игру показал Мы побегали Посмотрели Какие-то анимации Посмотрели Иконки Неких предметов Что-то полутали Поубивали монстров Да, здесь это вроде как Не зомби Какие-то монстры Определенные Вот Поформили деревца Камушка Поформили И в принципе Что касаемо По механикам По анимациям Опять же Отмечу график Здесь Да, все на уровне Благо Английский присутствует Еще раз Да, об этом Скажу И в принципе Вообще Игра мне Она как-то Да, импонирует То есть Она сделана неплохо К сожалению Мы никого не встретили На той локации Но Повторюсь еще раз Люди здесь есть Здесь есть онлайн На локациях Где вы выполняете задания И формите Там вам будут Встречаться люди Возможно Даже отряды Поэтому Да Здесь есть Какой-то кооператив А также Есть кланы Если вы задаетесь Вопросом А стоит ли ее Скачивать И пробовать Играть То Именно просто Попробовать Да, стоит Возможно Кому-то из вас зайдет Мне Лично Мне Подобная игра Не сама концепция игры А оформление Этой игры Мне очень нравится Да То как все выглядит Сама картинка Мне это прям Очень сильно нравится Поэтому Что касаемо Попробовать То конечно Да Всем советую Попробуйте Напоминаю Что ссылка На скачивание Будет в телеграм Канале Поэтому переходим Подписываемся И скачиваем Возможно Мы даже сможем Да Где-то Как-то вместе Встретиться В этой игре Возможно Если мы будем Продолжать эту рубрику По данной По данной Мы создадим Свой клан И будем Здесь играть Также Да Здесь можно Строить Дома Каждый Будет Строить Возможно Есть Какие-то Клановые Базы Я на самом деле Еще Много Не изучил Поэтому Да Сейчас Демонтирую Этот ролик И буду Проходить Ее дальше На этой ноте Обзор на данную Игру Подходит К концу Обязательно Подписывайтесь На этот канал Ставьте Свои царские лайки Пишите Комментарии Я постараюсь Каждому Из вас Ответить Также Если я Увижу Огромный Актив Под этим Роликом То обязательно Сделаю Еще одну Серию И так далее Если Эта игра Будет иметь Спрос То обязательно Будем делать По ней Выживание Отдельное спасибо Всем тем Кто досмотрел Ролик До этого Момента А то есть До конца Я с вами Не прощаюсь Увидимся В следующем Ролике